Александр Лукьянченко, давайте поприветствуем. Да, всем привет. Меня зовут Александр Лукьянченко, я руковожу платформой Mavito, и сегодня мы как раз поговорим про платформу. Начнем сначала с таких общих концептов про платформу engineering DevOps, посмотрим на проблематику. Затем будет основная такая контентная часть, мы будем смотреть на различные проблемы, так хронологически, что именно мы проходили, какие концепты мы, собственно, из этого вынесли, такие идеи для построения платформ. Внутри посмотрим на такой стандартный путь customer journey map внутри платформы, глазами пользователей, немножко про архитектуру, и на самом деле в конце у нас будет такой суперслайд, на котором мы все эти концепты саккумулируем в одном месте, такая шпаргалка по тому, как именно создавать, делать удобные, масштабируемые, классные платформы. Начнем с платформы engineering DevOps. На самом деле многие компании, команды заадоптили DevOps-подход, в котором продуктовые команды полностью владеют жизненным циклом разработки, эксплуатации, релизный цикл и так далее. При этом зачастую есть инфраструктурная команда, которая все равно реализует какой-то общий слой, тоненький. Это может быть, например, тот же Kubernetes стабильный, со всеми фичами, которые она предоставляет продуктовым командам. И здесь есть огромный плюс, что идет владение всем жизненным циклом разработки, нет каких-то неожиданностей, блокировок о инфраструктурную команду. Но с другой стороны есть такой плюс-минус, что продуктовые команды должны владеть больше экспертизой, должны быть какие-то навыки дополнительные. И мы в таком режиме шли где-то примерно два года, с 15 по 17, когда мы предоставляли такой довольно низкоуровневый интерфейс, какие-то компоненты в продукт. И столкнулись с проблемой, что на самом деле этот подход в общем случае не очень скейлится из-за того, что продуктовые команды, ну, все равно в них в конечном счете не хватает какой-то экспертизы, чтобы ее полноценно закрыть самостоятельно. И как следствие она начинает задавать какие-то дополнительные вопросы, нагружает саппорт инфраструктуры и платформы для того, чтобы решать свои проблемы и задачи. И это та точка, в которой мы перестаем скейлиться, здесь начинаются проблемы. И вот где-то как раз в 2017 году мы сделали такой большой пивот, когда мы сказали, а давайте мы будем делать не просто крутой слой инфраструктуры, платформы, а сделаем ее в таком формате self-service platform, то есть в некоторой такой системе, скажем, самообслуживания. И будем предоставлять продукт только какие-то высокоуровневые интерфейсы, там CLI-утилиту, графический интерфейс, через который продукт все может сделать, что им нужно на стыке с инфрой. Вот. Звучит, как нарисовать сову. Сейчас будем смотреть, что в конкретике. Значит, в таком, как я уже сказал, хронологическом порядке, там от самого начала зарождения до текущего момента, какие-то из вещей мы сами еще находимся, скажем так, в активной фазе и их, собственно, разрабатываем, делаем. Значит, первая история. Начнем с банальной темы, которые как раз были сегодня на других докладах уже затрагивались. То есть это, собственно, зоопарк решений, невозможность централизованного управления и раскатки практик. В чем это состоит история? Что когда мы отдаем возможности, да, и какое-то владение релизным циклом эксплуатации в продукт, продуктовые команды начинают внедрять какие-то свои технологии, делают какую-то кастомщину. Вот. В итоге мы как бы здесь не можем контролировать, значит, какие-то внедрять общие практики и так далее делать. Вот. С другой стороны, продукт в то же время тратит как раз на это время, и вместо того, чтобы пилить конечную бизнес-функциональность, кучу времени тратят на какие-то инфровые штуки, которые безумно интересные, но они помогают бизнесу с точки зрения конечных задач. Вот. И какие здесь примеры проблем? Есть стандартные, да, базовые, с которыми все сталкиваются. То есть, например, мы раздаем всем там прекрасные CI-сборки, шаблоны, с помощью которых можно быстро выкатывать там сервисы, что-то делать. Но в итоге из-за того, что можно кастомизировать, значит, в продуктовых командах, потом мы не можем отдавать обновления. То же самое всякие проверки качества. Хотим, например, внедрить там проверку кодового покрытия. Не можем. Вот. Реальный кейс, который у нас были, там хотели раскатывать еще там довольно, скажем так, несколько лет назад, да, во времена там конреечный диплоймент. Принудительно, чтобы нельзя было так взять и жахнуть на 100% там какой-нибудь сервис в продакшен и приложить в важный бизнес-процесс. Тоже нельзя, потому что есть там какие-то отключаемые проверки, да, там, ну, продукт владеет всей этой механизмом. И стандартные истории про экзотические базы данных, фреймворки и прочее. Ну вот. И все это, естественно, в итоге приводит к тому, что еще и время тратится не на бизнес-задачи, да, то, о чем мы уже говорили. Ну вот. Какие здесь два подхода первых мы используем? Первый довольно стандартный, да, это, собственно, унификация. При этом здесь унификация, речь идет не про пайплайна, там, сяя, да, а вообще в целом вот про все взаимодействие с платформой. Мы унифицируем, делаем так, чтобы 99% случаев использования вот использовали именно одни и те же рельсы. Не было такого, что где-то там какая-то кастомщина. Понятно, что она всегда есть, есть титчкейс, и это тот самый 1%, который нормально, мы его выносим за скобки, он вне платформы. Ну вот. И техрадар, к сожалению, техрадар, когда он выполнен в виде прекрасной, красивой, там, картинки, таблички, не очень работает, поэтому вторая механика — это встраивание техрадара прямо внутрь платформы. То есть делаем так, что абсолютно нельзя никак, например, взять какую-то экзотическую базу данных, заиспользовать, там, язык другой притянуть и так далее. Вот. И с другой стороны, с точки зрения скорости разработки, мы первое — это следуем истории такой, как сокрытие сложности под простым интерфейсом. Что это значит? Вот любую технологию, которую мы берем, это может быть и тот же Kubernetes, да, какая-то большая технология, это может быть какая-то маленькая, там, не знаю, Vault, какие-то еще механики, там, работы с безопасностью и так далее. Мы их просто анализируем, а что именно пользователю нужно, да, и вытаскиваем, либо вообще ничего не вытаскиваем, потому что в большинстве случаев, там, технологии, они вообще могут быть скрыты под капотом, либо вытаскиваем в каком-то простом интерфейсе, там, несколько опций. Вот. И при этом стараемся провоцировать правильную архитектуру, то есть прямо на уровне платформы, продумывать, как сделать так, чтобы пользователь платформы сразу же заведомо, скорее всего, построил какое-то правильное решение поверх нее. Вот. Во что это в реальности превращается? Первая история — это конфигурирование как одна из точек соприкосновения как бы платформы и бизнес-приложений. То есть мы говорим, что, окей, описывайте именно то, что специфично для вашего сервиса. Например, там, база данных, на чем он написан, там, сколько реплик по дефолту нужно и так далее. И дальше уже на уровне, там, CI-сборок, локального окружения этот файл процессится с помощью сервиса, превращается в нечеловеческие, там, многотонные ямлы, с которыми уже работает именно машина, да, система, которая, там, деплоит его в кубы, значит, менеджит это все и так далее. Вот. При этом пользователь, как бы, от него скрывается сложность, там, вот этих всех низкоуровневых интерфейсов. Вот. Если говорить про этот подход, здесь есть сейчас уже open-source решение, называется, кубвелла, которое позволяет как раз такую механику сделать. То есть здесь есть важный, как бы, момент такого платформы and user-разделения, что мы, как платформа, формируем, а какие именно потребности, да, понимаем, что именно нужно, значит, конечным пользователям платформы и прямо задаем, что, например, можно в нашей платформе использовать, например, сервисы, там, на Гошке, писать на Питоне, использовать баз данных, там, Redis, Postgres и так далее, и уже конечные платформенные пользователи, они просто описывают это в простом application интерфейсе, а контроллер, как, например, кубвелла, она берет это, преобразует в конечные, там, большие, многотонные, там, нечеловеческие деплойменты, сервисы, ингрессы, в которых все учтено, и, собственно, деплойт их в куб. Вот. Значит, какие еще вещи? Это готовые компоненты. Естественно, там, например, микросервисная архитектура, она приносит с собой огромное количество проблем, одна из которых — это сетевое взаимодействие, да, в нем куча нюансов. Поэтому, например, если рассматривать взаимодействие, там, сервис профайл и лимитс, каким образом они взаимодействуют? Мы сразу же даем механику контрактов, да, которые описывают стороны клиента, со стороны сервера, как именно эти сервисы будут взаимодействовать, коды генерации, которые учитывают, там, всякие retry, circuit breaker, timeout и прочее. Если нужно асинхронное взаимодействие, то мы даем не просто кавку, да, а оборачиваем ее в готовый такой компонент, с которым удобно, легко работать, в нем есть вся, там, телеметрия под капотом, масштабирование горизонтальное и так далее. Если нужно, там, мощно как-то горизонтально помасштабироваться и в рамках сервиса организовать паттерн очередей, то, там, мы используем обертку над пульсаром и так далее. То есть мы от пользователя скрываем какую-то сложность под капотом. Вот, в итоге, если что важно, что пользователь, он все еще получает все необходимые возможности, да, важно не сузить это до текстерии, в которой разрабатывает, там, инженер, да, но, значит, кастомизация, она остается со стороны платформы. То есть мы полностью ее контролируем. То есть человек, если что-то вносит, какое-то изменение, мы можем взять и централизованно внести какие-то изменения с нашей стороны. Вот, и, соответственно, вот получаем этот прекрасный нейблер, берем, там, внедряем какие-то политики, новый софт, обновляем платформу и так далее. Вот. Ну, первая была такая довольно стандартная проблема. Идем к следующей. Уже такие более, значит, более зрелый уровень. Первое, с чем сталкиваемся, это большое количество точек входа в платформу. Что это значит? Есть огромное количество всяких там графан, дашбордов, observability инструментов, CI, там, инструменты для перформанс-тестирования и так далее. Они все довольно разрознены. То есть есть куча разных точек входа, о которых нужно знать. Естественно, разработчик с ними каждый день работает. И, скорее всего, подавляющее чем-то число знает, запомнил, добавил закладки и так далее. Но все равно. То есть есть, как бы, такая разнородность, большое количество каких-то инструментарий. Вот. И связанный с этим момент, который, я думаю, проходила каждая платформенная команда, это низкий adoption. Вот вы делаете какую-то новую фичу, да, новый, опять же, интерфейс, и видите, что он адоптится медленно, да, он там может adoption занимать там больше года, да, ну, просто потому что это еще одна какая-то фича, еще какой-то интерфейс. Вот. И здесь какие примеры? Ну, есть банальные вещи, типа там создание сервиса, где нужно там прокликать какое-то количество интерфейсов, там, выкатка, нужно знать, как именно зайти в какой-нибудь CI, там, нажать на релиз, особенно если он какой-то там кастомный, да, с какими-то параметрами. Вот. Это простые вещи, на самом деле, с ними разработчики обычно справляются, потому что это критичный путь, да, разработки. Есть более сложные вещи, например, если они стоят сбоку, перформанс-тесты, нужно помнить, как именно нагенерить там ленту запросов, какой интерфейс ее скормить и так далее. Была у нас история по внедрению подсчета стабильности вот всех компонентов, да. Мы хотели точно получить такие сервис-левел-индикаторы, сколько именно мы там, девяток у нас отдает каждый компонент. Соответственно, это тоже новая фича, это новый запрос на конфигурирование, да, каждый должен описать какие-то нефункциональные требования в его компоненте, да, должны соблюдаться. И затем из этого уже могут быть построены там какие-то числа, да, какая-то статистика вычисленная, и опять же, это еще дополнительный там интерфейс. Вот. Соответственно, adoption здесь идет долго. Что в итоге? С одной стороны, это потеря времени на вот это вот переключение контекста и вообще в целом высокая когнитивная нагрузка, да, при этом со стороны платформы она часто не замечается, потому что мы настолько погружены в это, да, мы со всем этим работаем, постоянно разрабатываем, мы не видим, что инструментов и сервисов очень много. И с другой стороны, как бы те важные шаги, которые не стоят на критичном пути, они просто банально теряются. И то, что мы хотим, чтобы у нас в компании там было must-have, в итоге, ну, там не соблюдается, не используется. Вот. Ну и для платформы adoption, механик идет медленно. Какой подход здесь используем мы, да, стараемся его делать вообще во всех частях жизненного цикла разработки? Это мы, вот, пользователи нашего, пользователи платформы, просто проводим по вот этому всему пайплайну разработки как единому потоку. То есть делаем так, чтобы у разработчика не было вопроса, а как именно нужно перейти там в следующий интерфейс, что именно там проделать, с какими командами и так далее. Как это выглядит? То есть если рассмотреть такой стандартный, очень базовый путь там от идеи, да, от проектирования, создания сервиса, проходя через разработку, там, тестирование, выкладку в продакшн эксплуатацию, выглядит это так. То есть, например, идет создание нового сервиса, да, мы визордом спрашиваем там, что, какой сервис нужен, какой технологии. Дальше сразу же снабжаем ссылками, там, где репозиторий, как перейти на карточку сервиса и так далее. То есть у разработчика нет вопросов, что там делать дальше, сразу же есть линковка. Потом он перешел, у него есть готовая там структура, он прыгнул, у него сразу же описан контракт, он его изменил, пошел подключать зависимость, да, и ссылка, он прыгнул в интерфейс, посмотрел, какая именно ему нужна там связь, какой сервис в доменной зоне, перешел, посмотрел его API-шку, нажал на кнопку, скопировал, соответственно, команду, вставил ее в терминал, в визорде выбрал, какие именно RPC, endpoints, нужные структуры, значит, добавил зависимость. То же самое с базой данных, например, Redis, и в итоге у него получилась готовая та самая конфигурация, он руками ее там не пишет, соответственно, там все engine, dependency, базы данных ему добавились. При этом он здесь как бы нигде не думал, а что делать дальше, весь этот путь полностью как бы замкнут. Вот. Дальше он может пойти, например, нагенерировать клиенты, то же самое ему сразу же будут уже готовы там куски кода, да, инициализация зависимости, где не нужно указывать, как именно подключаться к этим базам, как это сделать отказоустойчиво, это автоматически инжектится, есть там переменное окружение стороны платформы, которые это сразу же все поддерживают. Вот. При этом дальше пост-ток уже вся кодовая там база логика написана, идет фаза там тестирования выкатки, также заходится в единую точку на дэшборд на сервис, нажимается кнопка, выбирается, как именно нужно выкатить, например, говорим, не хочу ни о чем думать, хочу, значит, автоматически, чтобы это все прокатилось. То есть система запускает, там, собирает сборку, тестирование, релизный цикл, значит, в автоматическом режиме канареечно по процентам выкатывает сервис, проверяет, нет ли там пятисоток тайм-аутов, в итоге говорит, все прекрасно, все выкатило, все, можно, значит, идти и заняться чем-то другим. Либо перейти на ссылку и, например, посмотреть низкоуровнево, как именно это мапится на там кубернете с сущности, как это все выглядит, и затем уже перейти к фазе эксплуатации, например, если что-то вдруг взрывается, посмотреть, какие именно были релизы в одной точке, значит, какие сервисы, возможно, деградировали в этой окрестности, перейти на него, посмотреть там связи и так далее, все ссылки в одной точке. Что важно, то есть какой здесь концепт мы вырабатываем, что на каждом этапе у нас есть линковка, со следующим нет каких-то разрывов, и разработчикам в конечном счете не нужно запоминать, как именно по системе ходить, то есть все это как бы так нативно в таком customer journey map складывается. Какая следующая проблема? Когда у нас платформа становится довольно зрелой и все там шаги автоматизированы, мы сталкиваемся с тем, что у нас идет некорректное использование инструментов, и, к сожалению, такая ва реальность, что разработчик зачастую выбирает путь попроще, то есть если можно что-то обойти, сделать как бы иначе, значит, он всегда будет выбран именно этот подход. В чем это выражается? Например, у нас есть такая, я думаю, довольно распространенная проблема, там шина данных, она дает определенные гарантии. Мы ее скрываем под коробочкой, красивой, удобной, но реальность такова, что тот инструмент, который используется под капотом, Kafka, дает для масштабируемости гарантии, там, at least once delivery. Но, например, с стороны разработчиков эта гарантия не соблюдается, эта патентность там не проверяется. В итоге мы, когда происходит деградация, встречаемся с проблемой. Значит, по поводу среды исполнения. Мы уже почти 8 лет живем в продакшне с кубернетисом, и все знают, что это супердинамичная среда, там постоянно переезжают какие-то поды, инстансы сервисов, как нагружают ноды и так далее, но когда мы смотрим на реализацию сервисов, видим, что, на самом деле, крайне редко они реально учитывают проблемы того, что, например, кто-то может, какой-то один из инстансов взял и начал, например, немножко деградировать. И, например, у сервиса 100 инстансов один деградирует, это уже большая проблема. Такой момент. Бывают архитектурные проблемы, то есть, например, разработчик смотрит, хочу синтегрироваться с какой-то другой доменной зоной, видит удобно, там уже есть база данных, все разложено и, значит, идет из другого сервиса прямо напрямую в хранилище подключается. Получаем там жесткую связность, невозможность затем независимо разрабатывать сервисы. Там обратная совместимость API. Если это никак не контрактовано, то тоже идут изменения API. Скорее всего, они там глубоко не проверяются на обратную совместимость. В итоге получаем слом. И так далее. На самом деле, такой список, я уверен, если посидеть, можно написать его больше сотни пунктов. И проблема здесь какая? Что на самом деле, скорее всего, системно со стороны обучения, увеличения экспертизы, решить это невозможно. Поэтому здесь у нас получается четвертый подход, в котором мы следуем следующему принципу, что платформа должна изначально строиться устойчивой к таким кейсам, вообще к миссьюзам, и проверяться, действительно ли она выдерживает какие-то там либо странные поведения, либо какое-то использование, которое не предполагалось. И при этом каждая технология, которая внедряется в платформу, должна быть проверена, что действительно ли какие-то ее особенности не торчат наружу. Как вот типа «At least once delivery». То есть в них не нужно разбираться разработчику, иначе это ломается. Вот. Какие здесь механики делаются? На самом деле довольно большое количество, просто для примера, что это в реальности. Например, мы сейчас делаем проект по хаос-инжинирингу, то есть мы берем, если говорить про «At least once delivery», подмешиваем дубли, для того, чтобы можно было проверять, действительно ли клиенты готовы к таким дублированию. Тоже кейсы, например, деградации по CPU нагрузки или там утилизации сети. Их нельзя проверить в стандартных условиях. То есть эти деградации мы также там на продакшене эмулируем, проверяем, что происходит с системой. Если говорить про API, то здесь там обязательно валидируем, что если выкатывается сервер, то он обратно совместим по API-шке и так далее. Соответственно, есть какие-то вещи, которые можно заложить прямо в платформу. То есть что мы автоматизируем? Если мы знаем, что, например, проблема шумных соседей решаема, то мы там, например, у нас есть дешедлер, который берет, смотрит на метрики, выселяет каких-то особо шумных сервисов, там, с нот, и, соответственно, дает лучший сервис с точки зрения кубернетиса. Всякие outlier detection механики и так далее. Вот, то есть в итоге мы, соответственно, готовы и устойчивы к использованию стороны продукта странным. Вот, какая следующая проблема? Это будет такой пример, она на самом деле шире, но, значит, на чем ее можно смоделировать? Это долгое решение инцидентов. Да, мы видим, что, например, пока происходит какая-то деградация, она довольно долго разматывается и решается. И с другой стороны, это уже такая причина, можно сказать, это сложность навигации и поиск причин этой деградации. То есть мы видим, что разработчики конечные, которые сами же разрабатывают систему, довольно долго ищут, а что же именно сломалось. И здесь проблема так в итоге формулируется, что у нас с одной стороны есть огромное количество крутых дэшбордов, всяких полезных метрик, всякие логи, трейсинги и так далее. Но как только происходит какой-то инцидент, который не очевиден, на самом деле у конечного разработчика, пользователя платформы, начинают разбегаться глаза, он не знает, куда именно посмотреть, чтобы быстро локализовать проблему, потому что вот этих вот маркеров и источников огромное количество. И здесь мы приходим к пятому подходу, что на самом деле любые какие-то действия, особенно вот таких вот стрессовых ситуаций, как починка какой-то деградации, мы стараемся реализовывать так, чтобы просто проводить пользователя за ручку по какому-то pipeline. То есть если это какая-то механика с деградацией, мы даем drill-down механизм, в котором пользователь видит набор сервисов, кто сейчас деградирует отсортированный по ошибкам, сразу же прыгает, видит отсортированный по end-point, где именно сейчас скорее всего проблема, затем в трейсы и, соответственно, видит, локализует проблему. У нас вчера был как раз подробный доклад на эту тему. И как результат, соответственно, пользователь не думает в момент, что именно ему делать дальше, система его просто за ручку провела и пришла к решению этого инцидента. Какая следующая проблема? Когда платформа покрывает все основные потребности, мы начинаем сталкиваться с проблемой того, что становится слишком удобно, что называется. То есть разработчики перестают задумываться об использовании ресурсов, то есть начинают их использовать неэффективно, потреблять больше, чем нужно. И еще есть история того, что, например, то, что происходит в рантайме, это больше как бы такой not my job. То есть если там что-то случилось, значит, платформенные инженеры должны высадиться и решить проблему. И здесь две вещи мы делаем. Первое — это мы стараемся все такие механизмы, например, там, capacity management, строить в жизни цикл разработки, а с другой стороны всякие истории вида стандартных деградаций, типа out of memory, если там падает сервис, и это, скорее всего, проблема реализации самого сервиса. Всякие приближения к порогу по перформансу, например, там, лаги в шине данных, очередях и так далее, мы их пропушиваем пользователю, чтобы пользователь об этом узнавал, не проживая этот опыт там с нуля для себя. То есть мы заранее ему об этом рассказываем. При этом, если говорить, например, про capacity management, встраиваются блоки, которых прямо и в релизном цикле, и там на карточке сервиса на каждодневной основе разработчик видит, а сколько именно он там потребляет, какие тренды потребления. Если там есть какие-то аномальные выстрелы, можно сделать drilldown, посмотреть, а в чем именно проблема. Вот. Какая следующая проблема, на самом деле заключительная и уже такая больше архитектурная. Если посмотреть на платформу, то, по сути, платформа — это такой же продукт, как и любой другой, и имеет свою историю развития. И в определенный момент мы начинаем видеть, что на самом деле вот эта вот вся система — это не какой-то тонкий набор, там, не знаю, DevOps инструментов, механик и так далее, а это прямо такая нормальная, довольно большая программная система. При этом видим, что появляется клубок связей между разными доменными зонами инфраструктуры довольно широкими. Если мы говорим про какие-то фичи, которые торчат прямо напрямую к пользователю, здесь появляется необходимость контрибьюшенов в каждый из узлов. То есть от самой верхней точки, вглубь инфраструктуры, какие-то низкоуровневые механизмы. Вот. И довольно жесткая связанность. То есть, например, команда, которая владеет там пайплайном, там, не знаю, создание баз данных, должна, ну, как бы вкопаться и вгрызться внутрь платформы и, значит, законтребить в множество разных частей. Всякие UI, пайплайны и прочее. Вот. И есть еще такой побочный эффект, который, на самом деле, бьет уже по пользователям, что когда они приходят в саппорт и спрашивают, а что у меня здесь не так, здесь непонятно, кто конкретно отвечает, да, за эту зону, потому что здесь есть и там одной платформной команды зоны, и там другой, и так далее. Вот. Поэтому здесь мы приходим к седьмому подходу, значит, который я рекомендую рассмотреть, если вы еще находитесь там на фазе, значит, либо проектировали уже активные разработки платформы, это сразу же изначально проектировать так, чтобы платформа была четко разбита на слои, да, они обычно всегда есть. Сейчас мы посмотрим пример. И делать так, чтобы платформная команда полноценно владела своим CGM-ом. То есть не было такого, что, например, за интерфейсную часть отвечает одна команда, за какие-то там низкоуровневые штуки, да, там реализацию отвечает другая. Да, это будет поломанный experience в конечном счете. Например, про слои платформы, то есть мы выделяем там слой инфраструктуры, инструментов там для разработки, релизный цикл, там эксплуатация, с точки зрения эксплуатации уже конечной, да, пользовательской там всякие инструменты, observability и так далее. При этом на примере инфраструктуры, то есть, грубо говоря, формируется такой кубик, и каждый инструмент, соответственно, каждая зона, которая прорабатывается на этом слое, она не торчит следующему с помощью каких-то низкоуровневых механик. Она как бы такой кубик предоставляет высокоуровневый API, и все сложности скрывает под собой. При этом пользователи конечные, вот в случае, например, с инфро, они не взаимодействуют напрямую, а какие-то сложности эксплуатации как раз на уровне вот этой вот зоны инкапсулируются внутри себя. То есть, та же самая защита от шумных соседей, шифрование трафика, сбор телеметрии, надежность взаимодействия и так далее. То есть, это все инкапсулировано. При этом, если смотреть на общую архитектуру, то, во-первых, она слоистая, и, во-вторых, есть всегда ключевые точки, которые все равно придется добавлять какую-то функциональность от разных платформных команд. Поэтому здесь сразу же надо предусматривать истории про плагинизируемость. Это плагинизируемость входных точек, там дашборд, UI, API и так далее. Там релизного цикла и прочего. То есть, у нас это довольно такая острая большая проблема возникла, которой мы как раз сейчас только приходим к тому, чтобы к вот этой архитектуре в итоге подойти и как раз эту проблему порешать. Вот. Давайте подведем итоги и буллетно вот эти все концепты посмотрим. Что первое? Первое — это мы унифицируем в жизни цикл, то есть делаем так, чтобы не было какого-то зоопарка и весь техрадар встраиваем прямо сразу же в платформу. Второе — это скрываем сложность, делаем так, чтобы какие-то инструменты не торчали напрямую пользователю, а были скрыты за каким-то простым интерфейсом и так далее. Соответственно, весь жизненный цикл делаем так, чтобы он был без разрывов, такой стройный, и проводим пользователя за ручку по нему, чтобы не было каких-то вопросов, что делать дальше, какие-то там пропадали важные компоненты и этапы. Сразу же строим платформу, готовую к миссьюзу, то есть тому, что какие-то вещи могут быть не учтены со стороны уже разработчиков продукта. И финально какие-то действия, которые мы ожидаем от разработчиков, мы, соответственно, их встраиваем сразу же в повседневные инструменты, то есть делаем так, чтобы не было возможности что-то не использовать, если мы точно хотим, чтобы это была must-have механика. Вот, на этом все. Спасибо и давайте вопрос. Да, Александр, большое спасибо за доклад, что рассказал и показал много вашей внутренней кухни. Я думаю, сейчас будет достаточно много вопросов. И начнем вот непосредственно с того дальнего угла. Да, здравствуйте, спасибо большое за доклад. Кирилл Райфазин. Я, честно говоря, может, прослушал, извиняюсь, не услышал, как вы боретесь с адопшеном, то есть, допустим, у меня Postgres на сервисе, и тут вдруг я захотел Кассандру по каким-то определенным техническим требованиям. Что вы делаете? Как вы ее втягиваете или просто говорите нет или оставляете на YouTube команде? Какое решение у вас? Спасибо. Да, если мы со стороны платформы принимаем решение перейти там с Postgres на Кассандру и хотим, чтобы Postgres больше не было, да, то здесь есть всегда, во-первых, какая-то мотивация, понимание, зачем мы это делаем и, соответственно, видение, как мы должны эту технологию внедрять. Соответственно, если это, значит, технология, которую можно максимально, значит, адаптировать и сделать так, чтобы мы на нее безболезненно переходили, да, всей компанией, значит, со стороны платформы, мы стараемся делать так, то есть так, чтобы этот продукт там минимально затрагивало. Вот, если это механика, ну, например, Postgres на Кассандру, которая меняет полностью схему взаимодействия, да, там, бизнес-логику сервисов и так далее, во-первых, я бы сказал, нужно хорошо подумать, нужно ли это, да, точно, точно ли мы хотим туда идти. Если мы принимаем такое решение, ну, здесь на самом деле есть, ну, стандартный подход у нас, который называется, там, техпроекты технические, которые мы просто запускаем всю компанию и, соответственно, раскатываем это, ну, скажем так, либо в принудительном режиме, либо даем какие-то бенефиты, возможности, там, для легкой миграции. Вот, это в случае, если невозможно это решить со стороны платформы. Вот, если мы говорим про adoption каких-то механик, которые мы хотим видеть, скажем так, в стандартном, там, релизном цикле, цикле разработки, мы стараемся их складывать вот на вот этом кросс-критичном пути, чтобы пользователь просто, ну, в идеале не мог не заметить, да, либо не использовать какой-то компонент, который мы считаем обязательным. Вот, две стороны. Да, Саша, теперь вопрос вот тут, первый ряд слева. Александр, спасибо. Сергей, компания Ядро. Смотри, мы тоже делаем платформу, только немножко другую, но так или иначе. Столкнулись с такой штукой, что вот у наших пользователей, у них есть потребность некую кастомщину в нашей платформе делать, и сейчас, когда мы обновляем нашу платформу, то вся эта кастомщина начинает ломаться. То есть, когда пользователи работают через API, все хорошо, а когда пользователи начинают вокруг API что-то делать, то все это начинает разваливаться, как только мы выкатываем какой-нибудь апдейт. Как вы с такой практикой вообще работаете? Тут вопрос, что мы понимаем под API, то есть, базовая такая механика, то есть, конечный пользователь платформы по хорошему вот как раз не должен знать о каких-то особенностях реализации, поэтому если это действительно честный API, да, вот высокоуровневый фасад, который торчит со стороны платформы, не должно быть такого, что мы что-то меняем внутри, и это ломает пользователей, и это ключевой концепт. Это сложно, да, то есть, есть какие-то вещи, которые, ну, нужно это закладывать на этапе проектирования, и у нас в том числе есть даже сейчас, где мы, например, какие-то там манипуляции не можем так легко провести, вот, но если это учитывать на этапе проектирования и действительно отдавать вот только вот этот вот высокий уровень, то, ну, проблемы нет, то есть, мы полностью это со стороны платформы меняем, пользователи бесшовно этим начинают пользоваться, и все. Так, вот вопрос. Привет, спасибо за доклад ради компании Тинькофф. Учитывая вот то, что ты показал на квадратике, за платформой скрывается там целый зоопарк, и по поводу мисс юзкейсов от пользователей. Как вы готовитесь ко всем этим мисс юзкейсам, как тестируете, и есть ли вообще смысл покрывать все эти юзкейсы, или в каких-то моментах можно залить эту фичу, и пусть пользователи тестируют? Да, ну, это на самом деле одна из самых сложных историй, потому что здесь есть два аспекта. Первый аспект, что, во-первых, эти мисс юзы сложно вскрывать, то есть, мы можем не знать, что такое мисс юз может быть, вот, поэтому это вопрос ресерча, и скорее всего даже в некоторых случаях там каких-то инцидентов, да, которые произошли, и вот мы, значит, их уже там раскручиваем, решаем, вот. Но, значит, этот, скажем так, опыт, который мы прожили, мы сейчас понимаем, что, значит, вот как раз в ключевых компонентах, особенно которые влияют на стабильность системы всей, мы, ну, вносим какие-то дополнительные механики, то есть, где-то это chaos engineering, который специально расшатывает и проверяет там, что система устойчива, где-то это просто на уровне, ну, например, какой-то валидации, да, это контракты, какие-то архитектурные паттерны, там, не даем, например, ходить там в одно хранилище нескольким сервисом и так далее, то есть, какой-то такой подход, но это все про проектирование и подходы, да, эти концепты, и, к сожалению, нельзя разложить в технику, то есть, это все про проработку. Спасибо. Так, вопрос, это главное еще вопрос, запоминайте, лучше выбирайте. Да, да. Александр, спасибо за доклад, у вас выглядит очень платформа зрелой и, ну, уже такой достаточно мощный, скажите, думали ли вы над распространением ее, может быть, что-то по-опенсорсить, может быть, каким-то образом еще поделиться? Да, спасибо за вопрос, мы сейчас так постепенно выводим решение, как раз то, что вы там на прошлом докладе про эти мысли тоже рассказывали, то есть, у нас наша внутренняя платформа сейчас как такой базовые рельсы, да, общие вводятся как внешний продукт, можно в кулуарной беседе об этом подробнее поговорить, вот, но, в общем-то, такое движение есть. Так, вопрос сейчас отсюда. Александр, большое спасибо за доклад. Скажи, есть два вопроса, на самом деле. Первый, это про capacity и что происходит с командами, когда они там недоутилизируют те ресурсы, которые, собственно, начинают потреблять. Ну, то есть, там, есть ли какая-то история с квотами на namespace или на ресурсы. И второй момент, это про технический авторитаризм, то есть, как это происходит, может быть, R&D или CastDev по тем сервисам, которые вы предоставляете, и их настройкам, потому что там я видел на слайде был Redis, там было довольно мало конфигураций, но, например, по кавке, может ли потребитель у вас настроить размер очереди? Да, по первому вопросу, значит, это очень хорошее про capacity management, да, здесь есть, естественно, квотирование, оно не namespace, это не техническая механика, это, грубо говоря, значит, такой более высокоуровневый процесс, в котором там пор к структуре настраивается, кто сколько там может потреблять, да, кто сколько, соответственно, заказал и имеет железо, и дальше, если какие-то пороги нарушаются, то есть софт-квоты, да, которые, например, на релизном цикле показывают, что вот там оно превышено. Вот, таким образом оно как бы контролируется, да, и есть периоды обновления этих квот, да, постоянные, периодичные, вот, плюс есть система такого а-ля внутреннего биллинга, которая тоже показывает вот эти вот, ну, грубо говоря, потребления, да, кто сколько по разным там разрезам потребляет, для того, чтобы не было такого, что мы какие-то зоны там не видим, что они на самом деле наоборот оверпотребляют или, да, имеют очень большой запас, хотя им это не нужно. Вот, по поводу, значит, внедрения каких-то технологий, здесь, да, это больше технический доклад, если говорить про развитие платформы. Платформа — это продукт, и по сути есть, ну, там большое количество продуктовых процессов, да, которые включают в себя фазы discovery, фазы общения с пользователями, сбор реквестов, да, их, соответственно, приоритизацию, кастдевы для выяснения, какие именно проблемы, да, прошлый опыт есть, вот, поэтому вот этот вот сет набор довольно стандартных product management механик, ну, они присутствуют, и с помощью них как раз идет понимание, что именно дальше нужно платформе, как ее развивать. Да, и перед тем, как мы перейдем еще к следующему вопросу, большая просьба отсканировать QR-код и дать докладчику фидбэк, обратную связь, может, новые идеи для докладов, тем и так далее. Вот. Так, простренизал вопрос. Да, добрый день, Александр. Отличный доклад, отличные инструменты. Хочу спросить, то есть вся эта, как бы, скажем так, автоматизация призвана сделать evergreen, правильно? Что еще раз? Ну, сделать evergreen, то есть чтобы вы, когда при раскатке приложения, да, не получали какой-то downtime, ну, фактически, да, то есть я видел на слайдах, там было откатить, да, то есть был возврат. Что это за инструментарий? Ну, если говорить про релизный цикл, это, значит, высокоуровневая оболочка наша, то есть все инструменты, значит, визуализация и так далее. Если говорить про самую инфраструктурную технологию, мы используем Kubernetes, да, мультицентр. Да, не хотел перебивать. Нет, я имею в виду не Kubernetes, да, как, скажем так, слой, в котором работают подики, да, бегают. Я имею в виду, вы используете для, ну, там, процесса, скажем так, выпуска релизов, да, вы же перед тем, как в релиз выпускаете продукт, вы же, ну, прогоняете какие-то тесты, то есть если что-то проходит неудачно, вы же должны будете откатиться. То есть как вот продукт доходит до релиза? Как вот этот процесс организован? Ну, это стандартный, грубо говоря, CI, релизный цикл. Мы используем технологии, значит, на основе которых это построено, да, долгое время мы используем там TeamCity в качестве CI, сейчас это Argo Workflow, и, соответственно, поверх этого строятся все там стандартные пейплайны, которые включают в себя там и юнит прогон, юнит тестов, интеграционных и так далее, разворачивание сред в отдельных там Kubernetes кластерах и затем выкатку в production, которая там по мультицентрам это все раскатывает. Здесь свой инструмент, джайп. То есть получается релиз уходит, он уже 100% стабильный, то есть не бывает каких-то? Нет, конечно же бывает, поэтому здесь, да, здесь механизмы канареечного релиза, оно идет попроцентно, есть механики автоматической проверки метрик именно в рамках этого нового канареечного релиза и роллбэки. Роллбэки есть ручные, есть автоматические, мы еще не пришли в то, чтобы везде был continuous deployment, но значит такая, ну, как бы фича есть и сервисы это используют. А вот после роллбэка идет как-то опять тестирование? Нет, после роллбэка какого-то тестирования нет, дальше если этот релиз стабилен, то будет выпущен следующий, он уже будет протестирован, то есть тестируется артефакт, дальше если артефакт полностью протестировал, он уже выкатывается. Там множество механик, то есть это и покрытие тестами, и какие-то еще-то, там очень, на самом деле, мне, потом могу в кулуарной беседе рассказать, есть такой вот pipeline, типа quality gates, да, что именно проверяется, довольно большой набор вещей разного уровня, на разных стадиях, перед тем, как что-то пойдет в продакшен. Да, супер, это мы в кулуары переносим, а сейчас вопрос отсюда. Александр Хумбанк, большое спасибо за доклад, Александр, у меня вопрос такой, ты сказал, что у вас есть механизм переноса шума соседей куда-то там на отдельное оборудование, но обычно соседи не шумят просто так, а они шумят под нагрузкой, вот как у вас обыгран вот этот момент, что в сервис переносится на другое оборудование под нагрузкой? Ну, тут на самом деле механика работает так, то есть это все работает в рамках, скажем, такого, коммунальных, кубернетис-кластеров, их несколько штук в своих дата-центрах, вот, но значит, специфика такова, что, что такое шумные соседи, на самом деле, да, если так давать определение, то есть есть сервисы, которые потребляют какое-то количество ресурсов, при этом у каждого из сервисов есть, опять же, там реквесты, которые автоматически определяются, сколько именно он, скорее всего, да, там, сколько он запрашивает, сколько ему нужно, и, значит, история выглядит так, что даже когда у нас, ну, вот эти вот реквесты выставлены, да, и все автоматически подогнано в реальные значения, какие-то из физических нод мы используем либо bare metal, да, там, либо какой-то гибрид с блоками, но важно, что вот эта вот нода, да, в терминологии кубернетиса, в какой-то момент времени может оказываться сильно там более утилизированные, чем другие. При этом это не значит, что это катастрофа и деградация, это просто означает то, что те сервисы, которые работают на этой ноде, они будут отдавать худший перформанс, ну, там, это больше latency и так далее. Поэтому механика здесь работает так, она следит за высокоуровневыми метриками, как раз видит, что вот здесь идут перекосы, то есть здесь у нас шедлер сделал так, что, ну, тут все хорошо и, значит, перформит быстро, а здесь пошла, как бы, ну, не овер-утилизация, но такая значимая утилизация, которая уже влияет на конечные, там, цифры, вот. И, значит, это специальный механизм, который стоит, смотрит за этим, если находит такие кейсы, то просто отстреливает и дает возможность к кубернетису сделать второй раз выбор лучше. Ответственно, эти инстансы переезжают, и в итоге система так самобалансирующая выравнивается и становится более стабильной. Да, да, все так. Нет, простое нет, потому что любые сервисы, они масштабированы на большое количество инстансов. Так, давай перейдем к следующему вопросу, я думаю, в коларах можно будет более детально обсудить. Да, да. Александр, большое спасибо за такой доклад, сам тоже раньше работал с платформами в G, вот. И у меня такой вопрос, потому что, если мы уходим в такую абстракцию, когда вот мы делаем благо для разработчиков, то есть они могут очень быстро выкатить свой код, протестировать его, и это очень быстрый цикл разработки, то мы как бы на другой чаше весов, и у нас идет поддержка всего этого, потому что у нас возникает там инфраструктура, потом кубер, потом еще какой-нибудь прослойка и так далее. То есть очень много прослоек, и поддержки, если что-то не работает у разработчиков, да, не получается запушить вход свой, да, не разворачивается, им достаточно сложно определить, в чем же проблема. Просто нам либо будить всех вот этих вот, все эти уровни, то есть каким образом у вас это организовано, к каким командам обращаться, именно поддержки. Я понял вопрос, да, отлично. На самом деле тема саппорта всегда горячая в платформенных командах, потому что здесь есть два момента. Первый это инциденты. В инцидентах обычно мы как бы вот таким drill down, мы понимаем, да, быстро, где именно происходит какая-то там проблема, да, фундаментальная, и здесь высаживаются сразу же с разных слоев инженеры, быстро смотрят там метрики, алерты и так далее, и реагируют на них. Это если что-то масштабное, вот, это именно фаза инцидента. Да, если говорить про удобство использования и понятность, да, то есть, например, разработчик взял и посадил себя в сервис, там, кумбит панику, да, из-за которой не выкатывается сервис. Да, он его выкатывает, смотрит, что-то с платформы не то, да, что-то она как-то криво работает, не выкатывает мой прекрасно работающий сервис. Вот, и здесь, значит, мы ведем двумя путями. Первое это мы стараемся все заложить прямо внутрь платформы, чтобы она стандартные типичные кейсы отлавливала, то есть, например, мы знаем, что, если там, не знаю, crash loopback-off, да, есть прям собранный набор вот этих вот кейсов, да, в момент релиза, то мы это репортим пользователю, то говорим, что вот на самом деле, скорее всего, проблема вот здесь, вот твоя паника, да, то есть вот эта история. И это как бы такой self-service режим, да, разработчик это видит, пошел, сам починил. Это первый момент. Второй момент, естественно, покрыть все нельзя, поэтому у нас есть довольно, ну, такой развесистый pipeline и вообще механика саппорта, да, там первая линия и вторая линия по зонам, которые, собственно, обрабатывают от разработчиков вопросы. Да, они приходят, спрашивают то, что как раз осталось непонятным, и дальше там первая линия определяет, ну, какую, скорее всего, зону это вопрос относится, она подхватывает и решает проблему. При этом здесь, я бы сказал, наверное, подавляющее большинство вопросов, это как раз истории про удобство, да, и про вообще понятность того, как взаимодействовать с платформой. И здесь это в том числе один из инпутов, то есть анализируя затем те вопросы, которые задает пользователь, это как раз один из тех самых продуктовых процессов уже. Можно как раз сделать выводы о том, что работает не так понятно, да, какие вещи нужно зафиксить, чтобы стало прекрасно. Вот. Как-то так. Так, и вот сейчас вопросы. Если у кого-то еще есть вопросы, я думаю, один можно будет в вопрос из зала взять. Привет, спасибо за доклад. Александр из ВК. У меня вопрос по лимитам, по биллингу. На скринах были примеры, да, есть какие-то внутренние типа валюты, там RV. Вот. Как вы лимитируете пользователей, то есть по реквестам или по реальному потреблению? Если по реальному, как это все в онлайне отслеживаете? Да, мы, здесь важный момент, значит, что мы не лимитируем вот эти квоты уже в рантайме, да, мы их лимитируем и проверяем на момент, грубо говоря, релизного цикла, да, и вообще историчности, потому что, ну, квотирование, естественно, идет не на сервис, да, на какую-то уже более, там, ну, какую-то орг структуру, там, какой-то, например, команду или еще там больше, там, юнит и так далее. Ну вот. И, значит, здесь важно, что сервисом вообще вот вся история реквестов, лимитов и так далее, она автоопределяется. Разработчик здесь тоже, он, как бы, не думает, что именно выставить, значит, это все самовычисляется и релизится в куб. Дальше вот этот вот механизм, он просто отслеживает, что то потребление, которое по факту получается суммарно, оно укладывается в квоты. И если оно не укладывается, это отдельный, да, механизм, то он, во-первых, это репортит, ну, на основных дешбордах, да, где мы показываем эту информацию сводную, во-вторых, в релизном цикле. То есть там банально, когда разработчик пытается выкатить сервис, у него все красится там в красный цвет, да, и это такая, как бы, софт-квота говорит, что сейчас есть проблема, да, квота превышена. Здесь в эту зону нужно посмотреть. Вот, у нас есть механизм hard, как бы, здесь механики, то есть, что мы можем взять и, как бы, просто отрубить возможность релиза. Вот, но по факту мы ее не используем, потому что обычно, ну, это кейсы, которые, ну, решаются и без, ну, в общем, без такого, без необходимости жестко что-то рубить. Вот, то есть, резюмируя, это такой высокоуровневая механика, да, дополнительная сбоку, которая просто дает первое, это observability, понимание, как именно компоненты потребляют ресурсы, и второе, если вдруг что-то выходит за квоты, то сообщает об этом для того, чтобы был какой-то экшен со стороны команды разработки. Вот. Спасибо. Да, спасибо, Саш, похоже, пока вопросы закончились, либо кто-то хочет тебе задать их лично. Давайте еще раз Александра поблагодарим. Спасибо. 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 Спасибо.